Современный подход. Студенты России с 2024 года через госуслуги смогут следить за успеваемостью. Также на портале появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Новые возможности. Запущена платформа для приема заявок на обучения ветеранов СВО. Заявки через социальных координаторов будут поступать напрямую в ВУЗ, который выбрал сам подопечный. В состав группы, которая будет рассматривать заявление, вошли представители профильных ведомств, ВУЗов, общественных организаций и государственных корпораций. Возглавил ее министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Подробности можно узнать в фонде «Защитники Отечества». Помощь продолжается. Из Пермского окрая в зону СВО и конкретно в север Донецк было отправлено два гуманитарных конвоя. Также телеприками собрали необходимые зимние вещи, часы, фонари и бинокли. Помимо этого, в части переданы медикаменты, средства личной гигиены и другое. Покупай наше. В Перми прошла торгово-закупочная сессия региональных производителей с федеральной сетью магазинов «Магнит», сообщается на портале правительства Пермского окрая. Доля местной продукции на полках сетевого магазина уже приближается к 16%. Сейчас «Магнит» сотрудничает более чем с 80 пермскими производителями, а с начала 2023 года заключены шесть новых контрактов. Проверьте знания. Жители Соликамского округа могут присоединиться к ежегодному проекту, который направлен на фермирование экологической культуры. Написать «Экодиктант» можно до 26 ноября.